Но Павел говорит и в другом послании, в Колоссянам 3.17. И если Бог хотел вновь выразить это в послании, то Он, апостол Павел, через него Бог, ясно говоря об этом, теми же словами говорит, что надо непрестанно, постоянно молиться. Он сказал вполне определенно, непрестанно молиться, также и в послании к Колоссянам. Я хочу обратить сейчас также ваше внимание, что послание к римлянам, Он также говорит о том, что мы не знаем, почему и как должно молиться. Помните? Мы не знаем, почему и как должно молиться. Но мы должны молиться. Но что значит, как должно молиться, я скажу несколько позже, обратившись именно к первоисточнику, к греческому этому слову. Иисус был в постоянном общении с Отцом. И мы это знаем из всех четырех Евангелиях. И вот в Евангелии от Иоанна, в 11 главе, 41-42 стих конкретно говорится. Для того, чтобы пребывать в Нем, мы тоже должны быть в постоянном общении с Отцом. Пребывать в Нем. Должны быть в постоянном общении с Отцом. Но как нам в точности исполнить эту заповедь непрестанно молиться? Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в библиотеке христианских классиков имеется очень хорошая книга Лоренса «Восприятие Божьего присутствия». Это книга Лоренса. Было написано довольно-таки давно. Но Лорен сам был монахом и провел около 30 лет в страданиях и в стараниях научиться постоянно воспринимать присутствие Иисуса Христа. В любое время осознавать Его присутствие для того, чтобы выполнить эту заповедь непрестанно, то есть постоянно молиться. Он читал, он получил для себя такое откровение. И поэтому буквально хотел выполнить эту заповедь. После 30 лет аскетической жизни он почти достиг этого. Почти. По крайней мере, по словам настоятельного мастеря, можно заключить, что он владел первой частью поставленной перед ним задачи. Он сам себе поставил эту задачу, и он почти ею владел. Он заставил себя воспринимать во всякое время присутствие Христа рядом с собой и в комнате, где бы он ни находился. Однако Лоренс так и не научился непрестанно молиться. Настоятель монастыря, написавший часть этой книги, свидетельствовал о нем, что благодаря достижению ощущения присутствия Иисуса Христа, Лоренс стал удивительной личностью. Это обстоятельство само по себе замечательно, но это еще не является непрестанной молитвой, то, о чем говорил апостол Павел. Множество других святых и отреченных людей прошлых веков ставили себе точно такую же цель – непрестанно молиться, постоянно, поскольку существует такое повеление, такая заповедь. Некоторые из них жили в монастырях, некоторые уходили далеко в пустыню от общения с людьми. Они оставляли обычные человеческие занятия и, подобно Лоренцу, искали такое уединение или уединенное место, где бы они действительно могли непрестанно молиться. Их искренность и самоотрещенность достойны, конечно же, уважения. Но я хочу кое-что сказать современным Лоренцам. Бог не действует таким образом. Бог таким образом не действует. Он не призвал нас для того, чтобы мы уходили в монастыри, уходили в пустыни. Он призвал нас быть светом, быть солью этой земли. Бог никогда не даст нам заповедь, которая требует столь наших огромных усилий для ее выполнения. Он никогда не возлагал на наши плечи бремена. Что-то непосильное, тяжкое, что давит, гнетет, угнетает. Представляете, каждый день думать о том, что тебе надо непрестанно молиться. И ради этого люди уходили в пустыни, в монастыри. Бог никогда не будет требовать от нас, что превышает, наших физических и духовных возможностей. Только монах, отшельник, человек, который оставит все свои другие занятия, чтобы отдать себя полностью последовательному стремлению к непрестанной молитве, сможет выполнить это условие, если он воспринимается буквально так, как это делали святые прошлого. У нас такой возможности, как у монахов прошлых веков, нет. А как же быть остальным? У тех, у кого семья, работа, учеба, служение, обязанности, у нас нет действительно просто физической возможности так вести такую отшельническую, безмятежную жизнь. Бог всеведущий и нелицеприятен. Он никогда не дал бы в своем слове заповедь, которую может исполнить только какой-то определенный народ или определенные люди. Это совершенно пройти естественно его природе. Бог, давая заповедь, предоставляет нам возможность его выполнения. И это именно то, что мы должны понять, в чем заключается смысл непрестанной молитвы. И в чем заключается возможность непрестанной молитвы. Если вы думаете, что ответ кроется в том, что мы можем непрестанно молиться, даже выполняя какую-то примитивную физическую работу, мыть полы, убирать что-то и молиться. Может быть, молиться даже на языках. Нет. Это неверный ответ. Тайна, которую открывает Бог, содержится в стихах имена 6, в главе 6, 17-18 стих, послания к Ефесянам. Это место, где Павел говорит о духовном оружии. 6-я глава, послания к Ефесянам, 17-18 стихи. Там говорится, примите все оружие Божье, все оружие Божье, чтобы вы могли противостоять. Он описывает некоторые виды оружия для защиты. Далее в стихе 17-м он говорит, и шлем спасения возьмите, и меч духовный или меч Духа, который из Слова Божьего. Далее после точки запятой следует, «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время в Духе, и обо всем этом бодрствуйте со всяким постоянством и молением о всех святых». Вот этот стих, если будем внимательно его читать, что конкретно говорится? «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время в Духе, «И во всем этом бодрствуете со всяким постоянством и молением о всех святых». Это не значит, что раз в неделю можно помолиться. Или раз в день помолился. Нет. При любой возможности, Он говорит, во всякое время, во всяком месте мы можем молиться. В Духе причем. Эта точка с запятой имеет очень большое значение. Она указывает, каким именно образом мы возьмем этот меч духовный, который из Слова Божьей. Бог открывает эту тайну, чьи слова «молитесь во всякое время Духом». Не просто Духом. Там имеется в виду предлог «в» — греческий предлог «ен». И Дух. Молиться в Духе, когда мы молимся. Слышите? На иных языках. Мы молимся иногда в Духе и на иных языках. Мы можем молиться в Духе также и разумом. Но нам легче молиться всегда на иных языках. Вы же знаете, когда мы молимся всегда на разум, чаще всего потом, когда иссякли все наши уже нужды, которые мы запланировали себя помолиться, попросить, мы переходим потом на молитву иными языками. Правильно? Бог открывает эту тайну через слова «молиться во всякое время Духом». В оригинале греческого текста там не просто точка запятой, там греческое слово, предлог греческий «диа». То же, что латинское «веа», что означает «по пути» или «путем», «посредством», «через», «благодаря», «спомощью», показывает образ действия. Греческий предлог «диа», еще раз повторю, обозначает способ действия. «Диа» — это «через», «диа» — это «посредством», «диа» — это «спомощью» или «благодаря», «как». Показывает образ действия. Мы можем сказать, что, имея паровое отопление, вода течет по трубам, правильно? Ну, правильное выражение можно сказать, что вода течет и через трубы, правильно? «Диа» — «по трубам», «через трубы». Я могу пойти через мост и могу пойти по мосту, но в конечном итоге я достигну своей цели. Посредством чего? Посредством того, что я перейду с помощью моста. Благодаря тому, что там стоит мост, я попаду в назначенное мне место. Греческий предлог очень важный, и он очень точный. И с разными падежами употребляется разный предлог в русском языке. Иногда с винидом падежом употребляется предлог «ради», вместо того, чтобы говорить «через». Или даже допускается предлог «для». В Евангелии Таианна, в 10 главе 2 стих написано, «Иисус говорит о входящей дверью». Мы не читаем в синодальном переводе «о входящей через дверь». Потому что там предлог «дио» трансформирован в творительный падеж. Кем-чем? Дверью. Входящей дверью. И нам это понятно, что человек вошел через дверь. Но там этот предлог в оригинале имеется. Если бы мы все читали, конечно, оригинал греческого текста, то нам бы некоторые вещи были гораздо понятнее. Потому что Иисус конкретно говорил, «Никто не придет к моему Отцу не иначе, как мною, или не иначе, как через меня». Помните? Он говорит, «Я есть дверь овцам». То есть мы проходим через дверь. Мы входим дверью. Потому что он говорил, «Я есть пахстырь овцам». А входящий дверью, то есть входящий Иисусом. В Ефесянах в 6 главе 17-18 стих написано, «Возьмите шлем спасения и меч Духа, который есть Слово Божье». Причем во многих переводах, иностранных переводах, и также в оригинале. «Меч» и «Духа» — два слова, которые являются существительными. Мы берем меч третьей Личности Божества, Духа Святого. Это не просто красивый меч, или духовный меч, или острый меч, как прилагательное. Это не что-то, чего-то прилагается напротив. Это говорится о том, что мы берем меч, самого Иисуса, или меч самого Духа, Духа Святого. «Возьмите шлем спасения и меч Духа, который есть Слово Божье, посредством, благодаря, через, с помощью всякой молитвы и прошением, молитесь во всякое время в Духе». Говоря другими словами, «принять меч Духа» означает молиться в Духе, во всякое время, всякой молитвой и прошением. «Принять меч Духа» значит молиться во всякое время и во всяком месте в Духе. Почему? Потому что это будет связано с тем откровением, которое может дать Господь нам, когда мы будем пребывать в молитве и молитве в Духе. И тогда Он дает нам откровение, открывает верхние источники. Потому что написано в Евангелии от Иоанна, Иисус говорит, «Бог Отец ищет поклонников, которые поклоняются Ему в Духе и истине». Видите, каких поклонников ищет Он? Кто пребывает в Нем? Потому что Бог есть Дух, и Он ищет с нами общение не на физическом уровне, а на духовном, прежде всего, уровне. Да, Иисус принял облик человеческий, был в оплоти человеческой, передавал им. Но когда даже Он явился в оплоти человеческой, к Своим пришел, а Свои не приняли Его. Поэтому-то и есть притча о богатом человеке и Лазаре, 16 глава Евангелия от Луки. Говорит, даже если бы пришли, явились, воскресли из мертвых, все равно не поверили бы. Бог пришел в оплоти человеческой, Иисус, Сын Божий, а Его не приняли. Учения, которые Он принес, отвергли. Слава Богу, не все. Что же означает этот термин «меч духовный» или «меч Духа»? Блажен муж, который уже имеет это откровение, имеет это понимание и имеет этот меч, поскольку, когда мы молимся, мы получаем откровение. Слово Рема. В Евангелии от Луки есть интересные слова Иисуса в 22 главе, 35-36 стих. Это единственное, пожалуй, Евангелие, где евангелист Лука врач по образованию. Его еще называют историком. Почему? Потому что он действительно описывал многие важные исторические события. Евангелие от Луки, 22 глава, 35-36 стих. где написано «Когда я посылал вас без мешка и суммой, и обуви». На самом деле там слово не «мешка», а «без кошелька». «И суммой, и обуви». «Имели ли вы в чем недостаток?» Они сказали «ни в чем». Тогда он, то есть Иисус, сказал им «однако теперь тот, кто имеет кошелек, возьми его». И так же сумму. А у кого нет, нет финансов, нет денег, нет кошелька. «Продай одежду свою, чтобы были деньги». И что на проданное деньги? Купи меч. Ва! Оказывается, мы не можем исполнить великое поручение, не имея при себе меча. И не простого меча, а меча обоюдоострого. Это то откровение, благодаря которому люди будут знать, что Священное Писание и особо Новый Завет являются тем обоюдоострым мечом, благодаря которому будут завоеваны не миллионы людей, десятки и сотни миллионов людей, народы, в покорении, в вере Господа, нашего Творца Вселенной, Иисуса Христа. Благодаря этому мечу люди многие будут получать откровение, что нет другого Мессии и не будет. Тот, который приходил в оплоти человеческой, Ишуа, он и есть тот Мессия. И он придет уже второй раз за избранными своими, за невестой своей. Когда иудей, и язычник, во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника, когда из двух стадо он сделает одно стадо. Будет одно стадо, сам Иисус сказал. Мне нужно овец и другого стада привезти, чтобы было одно стадо. И вот за этими овцами он придет, чтобы забрать их приготовленными, подготовленными, освященными, святыми мужами Божьими. Это его невеста есть. Те, которые исполнят свое предназначение здесь на земле. Итак, что же означает термин «меч Духа»? Некоторые парабетики встают и говорят, «Меч» — это вот наше Слово Божье. А затем поднимают. Над головой размахивает, говорит, вот вы должны иметь такой меч. Да, чтобы полностью понять значение этого стиха, нам нужно вновь вернуться к греческому оригиналу, заглянуть за те ограничения и сдержки, которые возникают в результате перевода. По сравнению с русским, который имеет некоторые элементы неопределенности, греческий язык очень точен. по-русски мы говорим, что любим Бога, любим жену, любим детей, любим нашего пастора, любим вишню в шоколаде, используем одно и то же слово «любим» «любить» по отношению к многим, как оживленным, так и неодухотворенным предметам. И различные эмоции, эмоции и различные отношения выражаются в русском языке одним и тем же словом. В греческом языке, однако, все эти разновидности любви выражаются различными словами. Вы знаете, что любовь в греческом языке имеет эрос, сторги, филио, агапи. И все эти значения различны точно так же, как и якуту, если сказать, что идет снег, он не поймет вас. Потому что у них по отношению к каждому виду снега, который идет, есть свое название. Крупа это, или хлопьями, или это мелкие, или это здесь за дождем. Понимаете? Точно так же в греческом языке. Когда люди определяют, которые говорят или пишут, конкретно, что они имеют в виду? Любовь агапи, или любовь филио, или любовь сторги, ну и, конечно же, некоторые писатели говорят и любви эрос. И это точно так же можно сказать и о переводе выражения слова Божьего. В греческом языке существуют разные слова, которые мы переводим одинаковым сочетанием слова Божьего. Хотя они все относятся к различным аспектам слова и несут разную смысловую нагрузку. И первое такое значение это несет греческое слово логос. Вначале был логос, и логос был у Бога, и Бог был этот логос. Ну, так оригинал говорит. Я просто вам процитировал так написано в греческом. Употребляя слово, а не слово, а логос, вначале было слово, которое есть в оригинале написано как логос. Вначале было слово, слово было у Бога, Бог был это слово. Да, слово логос имеет, содержит все определенные определения, смысловое определение. Это вся мудрость Божья. То есть все, что Бог когда-либо говорил, делал, думал, планировал, предопределял или намеревался совершить во Вселенной, все через Без Него начало быть и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Это вся мудрость Божества, которую когда-либо Бог делал, намеревался сделать, планирует, совершает или еще будет совершать. Это вся премудрость Божья. Говорил, делал, поступал, совершал. Вся премудрость Божья заключена в этом слове логос. И я бы сказал, что 99,9% слов, употребленных в Новом Завете, отражается словом логос. Давайте про логос сейчас еще поговорим немного, но после перерыва. Давайте сделаем перерыв и поговорим после перерыва. Продолжение следует...